Пересечение сплошной линии на проезжей части – грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое может привести к лобовому столкновению. Нередко такие ДТП заканчиваются летально. Новые материалы, применяемые в дорожном хозяйстве, сегодня служат безопасности движения. Дорожные службы в Московской области выполнили установку сигнальных столбиков. Они разделяют транспортные потоки и снижают тяжесть последствий в ДТП. «Столбики служат визуальным сигналом водителя о том, чтобы он не выезжал на встречную полосу движения. Они пластиковые, гнущиеся. Оставятся они там, где нельзя без реконструкции поставить стандартное металлическое барьерное ограждение, либо, например, натянуть тросовое ограждение. Дополнительный сигнал водителю о том, что встречная полоса рядом». В этом году в Подмосковье планируется установить 50 тысяч ярких столбиков на 55 региональных дорогах. Наибольший объем работы выполнили на дороге М8 Холмогор и Вантеевка-Щелково. 1400 столбиков на 16 участках общей протяженностью почти 2 километра. Сигнальные столбики устанавливают перед пешеходными переходами и на опасных поворотах. Решение принято на основе предложений жителей в социальных сетях и на портале Добродел. «Один из аварийных участков на улице Талсенской – это поворот на улицу Фрунзе. Именно в этом месте установили около двух десятков так называемых столбиков-солдатиков. Их высота составляет 103 сантиметра. Этого достаточно, чтобы увидеть столбики на расстоянии 200 метров. Ведь главное на дороге – это безопасность». Разделительные столбики выполнены из полиуретана, гибкого пластика. При наезде на них автомобиль не получит серьезных повреждений. Зато пересечение сплошной для водителя не останется незамеченным. «Данный участок дороги с интенсивным движением. Также там не всегда есть прямые участки. Есть плавные повороты. Поэтому для улучшения видимости и сигналам водителям было принято решение именно этот участок в городе таким образом доработать в плане безопасности дорожного движения». Установка сигнальных столбиков – пилотный проект для Московской области. Если нововведения признают действительным инструментом, ограничители могут появиться и на других улицах городского округа. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.